чтобы ошибку не сделать вот мы еще предварительно потом выкапаем взвешиваем смотрим и тогда образно я все его царта зафотографировал себе пометил и вот из-за от сегодняшнего состояния что дожди и там все мы сейчас будем искать сорт сорта которые устойчивы к фитофторе вот это нужно обязательно потому что и но учитывая то что она устойчива фитофторе она еще должна быть урожайная она еще даже товарный вид быть хорошей качественно вкусный чтобы наша страна наши граждане получили вкусный товарный хороший картофель поэтому это предварительно первый осмотр такой но больше этот осмотр как бы для наших партнеров которые выращивают семена они видят как ведет их не сорт здесь у нас в регионе ростовской области именно в семикаракорском районе как показывает этот сорт вот мы сейчас это делаем как раз для на и для них но и конечно извлекаем первое впечатление вот сейчас мы там с агрономии первое все тебе что подрадут даже ластрада лянуть прекрасный сорт прекрасный урожай да все остальное но нужно еще посмотреть в конце посмотреть все или допустим вот калинка вот этот вот простая вещь вот цвет калинки который это вот просто на рынках расхватывать с таким цветом невзирая даже название он просто видит намытый картофель и они берут его там просто и вот это все нужно учитывать как она пойдет во первых должна быть вы видите продолговатый там кто-то любит крупный кто-то продолговатый кто-то и поэтому много нюансов которые мы должны учесть все вместе чтобы не ошибиться на вот я сейчас здесь прошел и мне практически все наши партнеры с кем мы работаем они нам обещают уже семена супер там элиту элиту ясно что она не дешево будет стоить но на 10 гектар там на 15 гектар я буду брать потому что мне нужно еще раз на следующий год посмотреть и так постепенно мы меняем сорта и меняем идем вот смысл меня зовут Денис я являюсь агроменеджером компании норикославия перед вами представлен наш сорт сорт гала как говорится в песне кто не знает галу галу знают все на данный момент уже несколько лет этот сорт занимает лидирующие позиции по площадям в российской федерации вкратце суть почему мы сюда приехали не просто вам показать галу а показать о том что этот сорт хорошо себя чувствует весенней посадки в южных регионах сложилась такая тенденция к сожалению для нас что почему-то галу выращивает на вторую посадку благодаря тому что в данном хозяйстве нет вот этого разделения между первой и второй посадки то есть идет и единая посадка с логистикой по уборке вот второй год мы пробуем здесь выращивать галу в весеннюю посадку смотрите какой результат на данный момент у нас здесь 70 дней вегетации гала относится к средне раннему сорту то есть это у нас будет 75 85 дней то есть я еще две недели как минимум две недели ей тянуть на данный момент вчера мы сделали динамическую копку дальше можете пройти если кому-то интересно посмотреть здесь урожайность уже 45 тонн почти 46 вот вы видите 2 2 фракции да уж почему говорят не получается гала вот гал получается замечательно только те кто с ней очень хорошо работает сорт очень технологичный нам повезло то что мы здесь попробовали именно в высокотехнологичном хозяйстве попробовать эту схему весенней посадки смотрите какой результат то есть через две недели вот фракция 40 50 она вся спокойно перейдет фракцию 50 плюс еще какой огромный момент этого сорта связи сложившейся ситуации с ценой не очень высокой на ранее на ранних посадок на ранних уборках гала дает вам возможность выкопать чуть попозже и в межсезонье между первой и второй посадкой и и спокойно продать на мойку фасовкой в сети и всегда гала продается на несколько рублей дороже посмотрите какой привлекательный у нее вид поэтому есть несколько слагающих факторов получить галу максимум фракции 50 плюс это невысокая густота посадки то есть не загущать никоем случае не более 40 42 тысяч клубни на гектар тут зависимости от фракционности сорт желательно конечно прогреть перед посадкой сорт не боится ранней посадки в этом данном поле посадка была произведена 18 0 3 спокойно себя почувствовал никакая резактония ее не съела сорт который очень отзывчив очень отзывчив на азот то есть здесь азотные удобрения гала кушает ложками то есть ее кормить нужно нужно и нужно то есть 200 220 килограмм азот действующего вещества она съедает спокойно не влияя на лёжкость вашего урожая будет лежать замечательно период покоя у нее довольно длинный 7 с половиной 8 баллов из 9 самый главный момент который нужен для гала чтобы ее вытащить фракционность кормить галу во второй период вегетации то что здесь успешно делает сергей алексеевич через помощью через фертигацию кормим и азотом не даем ей возможности уснуть то есть мы ее держим в тонусе листовой аппарат постоянно насыщена азотным удобрением он фотосинтезирует процесс диссимиляции идет длинно длительный и в это благодаря этому мы накачиваем фракцию 50 плюс боятся с галой если у вас хорошая технология если у вас есть достойное питание если у вас хороший водный режим то есть вы хорошо водный режим держите на поле то есть не даете стрессовые ситуации то есть вы спокойно вот в прошлом году мы обкатали небольшой участок в этом году у нас площадь уже почти в два раза больше до больше два раза то есть дальше будем развивать в этом направлении это сорт очень замечательно забирает на сети он хорошо моется и всегда дар будет торгуется дороже по остальным моментам технологическим если у вас есть вот вот смотрите какой момент вот сейчас уже гала скушала практически весь азот видите ботва немножко хлоротично то есть немножко появляется недостаток азота сергей алексеевич будет вот буквально на 5 сегодня-завтра кормить ее азотиком наша задача ее продержать то здесь защита хорошая обратите внимание то что фитофтора несмотря на то что по генетике наши именно этот сорт и гала у нее среднеустойчивость лифтовой форме фитофтороза но фитофтороз она выдержала вполне очень достойно то есть у нее всего лишь 6 баллов из 9 но она выдержала фитофтору очень достойно то есть фитофтороз у нас защищен альтернария под контролем осталось еще разочек подкормить азотом и мы спокойно с вами получаем 60 тонн и не напрягаясь так что но напрягаясь ну хорошо работает соблюдая технологию здесь здесь через фертигацию жидкими формами азота кассом работы да так что если у вас есть какие-то вопросы нашей компании пожалуйста обращайтесь мы с радостью вам ответим семенной материал наша компания норикославия производит в россии очень больших объемах на многих площадках основном это северо-запад поэтому пожалуйста если у вас будет есть интерес у нас очень огромная линейка на следующей площадке мы покажем три наших ранних сорта вот пожалуйста на весеннюю посадку на летнюю посадку будем рады вас видеть и принимать ваши заказы именно производство на территории российской федерации еще я хочу вам сказать что сорт гала это сорт который имеет наибольшую устойчивость к вирусу y то есть этот сорт в плане перерождения в южных регионах самый стойкий то есть многие многие хозяйства даже в южных регионах выращивают свои же семена там на вторую на третью репродукцию то есть генетика селекции компании норики очень устойчив к вирусологии и еще раз компания норикославия зовут меня денис позвольте представить вам раннюю линейку сортов нашей компании у нас на данный момент три сорта сорт миа сорт аксения и сорт пароли все эти сорта созревают в пределах 65 75 дней вегетационного периода на данный момент мы здесь имеем 60 дней вегетации то есть где-то дней через 10 у них можно сказать будет физиологическое созревание первый сорт сорт не очень ранний сорт второй год он на российском рынке тип варки у него б у него желтая кожура кремовая мякоть овальная форма клубня содержание сухого вещества 12 процентов сорт очень устойчивый к альтернариозу имеет среднюю устойчивость листовой форме фитофтороза сорта и мы рекомендуем для бы ранних посадок обязательно удалять эпикальное доминирование прогревать не высаживать самые ранние сроки для среднего срока посадки по технологии давать не более 120 140 килограмм действующие вещества азота следующий сорт сорт аксения сорт аксения это у нас продолговатый сорт который тоже имеет 12 процентов сухого вещества желтая мякоть у него желтая кожура сорт очень устойчивый к листовой форме фитофтороза обратите внимание несмотря на этот год какие какой чистый него листовой аппарат довольно крепкий к альтернарии сорт который несмотря на раннюю группу очень хорошо лежит у него хороший период естественного покоя также у него у этого сорта тип варки b то есть сорт он хорошо и это средний разваривающие развариваемые сорта а также некоторые делают несмотря на то что у него форма продолговатая и с него делают free сорта также не очень интенсивный по азоту ему где-то достаточно порядок порядка 110 120 килограмм азота для того чтобы он созрел для того чтобы минимизировать механическую повреждение при уборке рекомендуем минимум две недели после сжигания ботвы чтобы он отлежался и ну и третий наш сорт сорт пароли сорт овальной формы также имеет очень гладкую кожуру желтая мякоть желтая кожура сорт и также довольно устойчив к альтернарии рекомендуем также сорт и прогревать перед посадкой на рай на ранее сроки посадки удалять опекальное доминирование сорт у нас самый менее интенсивный по питанию несмотря на то что он также как и все сорта в ранней группе ему достаточно для полного созревания 90 100 килограмм азота то есть на этом сорте можно хорошо экономить на азоте получить стабильный урожай все наши сорта очень хорошо отзывчивы на полив но мы всегда рекомендуем для того чтобы минимизировать потери при механике чтобы сорта созрели хорошо отлежались минимум две-три недели перед уборкой также сорта пароли очень хорошо хранится но мы с тем не менее его рекомендуем для первого срока реализации то есть желательно до нового года года его реализовать период естественного покоя у него порядка 6 баллов из 9 в общем хочу сказать что у нашей компании норикославия очень много вас наш материал производится на территории российской федерации мы про реализуем элиту и первую репродукцию у нас очень много площадок на северо-западе это рахангельская область карелия вологда новгородская область подмосковья пожалуйста приезжайте к нам смотрите выбирайте партии и мы всегда с радостью вами продадим удачного семья надо отметить что вы сейчас подошли к ключевой экспозиции сегодняшнего семинара это картофельный семинар и мы имени генерального партнера от фирмы докогенные технологии выражаем признательность и большую благодарность николаю николаевичу и сергею алексеевичу за то что они проводят очень большую организационную работу по проведению этого семинара а вот из самых важных факторов повышения эффективности картофелеводства конечно есть два направления это повышение доходов и второе направление снижение расходов доходы повышаются очень существенно если предприятие использовать правильный сорт и высококачественные семена в плане расходов тоже можно говорить о том что стоимость семян и стоимость подбора сорта является основной статьей расходов картофелеводстве поэтому мы как плавно переходим к обсуждению тематики подбора сортов и выбора поставщика семенного картофеля очень хорошо что у нас в стране уже сложилась достаточно мощная селекционная семеноводческая база по большому счету когда последнее время слышишь разговоры что вроде бы россия зависит критически от импорта сортов и семян это касается может некоторых других культур но никак не картофеля потому что стране уже существует довольно мощное предприятие которое выполняет функции селекции семеноводства по полному формату мы ничем не зависим также и наше предприятие докогенные технологии имеет уже стаж в селекции семеноводстве 20 лет мы прошли этап лицензионного семеноводства и до сих пор мы некоторые сорта иностранной селекции выращиваем но мы выращиваем их абсолютно цивилизованно мы уплачиваем роялти мы не завозим никакой клубневой материал то есть не завозим никакие риски инфекции мы ведем семеноводство абсолютно самостоятельно по полному формату предприятие имеет мощную материально-техническую базу расположена правильных почвенно-климатических условиях для семеноводства эта культура которая реагирует повышением урожайных свойств именно на благоприятные погодные условия при выращивании семян имеем высококвалифицированных специалистов абсолютно открыто для сотрудничества к нам в любое время можно приехать и посмотреть нашу продукцию это касается и периода выращивания периода хранения периода отгрузки эти все факторы конечно формируют доверие и партнерские отношения в сфере обеспечения товарных хозяйств качественным семенным материалом а выбрать уже есть что то есть в российском реестре конечно многие сотни сортов но производство выбирает сорт по большому счету каждый для себя и мы никого здесь что называть принуждать не можем вы сами делаете выбор пользу того или иного сорта но в нашей линейке сортов разнообразие очень хорошие то есть мы можем предложить сорта разного целевого назначения и для разных почвенно-климатических условий частности для южного региона российской федерации конечно первоочередное значение имеет жаростойкость засухоустойчивость сортов и способность формировать высокий ранний урожай из нашей коллекции для таких целей пригодны сорта прежде всего ластрада реал оскар фламинго особенно мощная позиция у нас по краснокожорным сортам вы вот опять же если вернуться к качелям то некоторые наблюдаются такие шараханья что в этом году белый картофель надо в следующем году красный только давай мы рекомендуем всем держать пропорцию две третьих классических сортов одну треть краснокожорных вот наши краснокожорные сорта они очень конкурентоспособны это сорта столового назначения наш лучший сорт фламинго имеет очень высокую устойчивость болезням причем ко всем грибным бактериальным вирусным отлично хранится и формирует очень товарный урожай фламинго идет активно по всем регионам но ему на смену плане самого раннего урожая поступит сорт оскар он только в этом году в реестре он формирует меньше клубней и они растут одновременно одинакового размера и при этом сразу накапливает очень хорошее содержание сухого вещества и формирует крепкую кожуру сорт ластрада который там немножко дальше расположен уже получил заслуженную такое доверие и уважение среди производственников южных регионов например центр россии он не нужен никому потому что у нее достаточно тонкая кожура и он не переносит уборку при низких температурах а здесь как нишевый продукт для сезонного рынка он по товарности по выручке с гектара ну уверенно бьет всех конкурентов точно также мы уверены в своем сорте кармен хотя в этом сезоне вас условия здесь сложились нетипичные появились новые так сказать патогены из-за того что очень много осадков выпадает и не тип ну нет не традиционная температура ну например если его выращивать интенсивно то есть защитой то так например делают на капельном орошении волгоградской области этот сорт конечно имеет очень привлекательные внешние параметры и выращивается в очень больших объемах урожайность него достигает спокойно 70 тонн гектаров среди классических сортов со светлой окраской кожуры конечно у нас очень серьезные объемы производства по таким сортам как prime как айло джура гэтсби новые сорта которые выйдут на производство это сорт атлетик он здесь также представлен очень мощные растения компактный куст и стабильное накопление урожая поэтому выбор за вами за нами дело не стоит мы выполним все ваши запросы предприятие догогенные технологии уже сейчас ходит число лидеров по объемам семеноводства сортов российской селекции сортов столового назначения и намерен в дальнейшем свои лидерские позиции отстаивать и укреплять спасибо за внимание добрый день уважаемые коллеги рады вас встретить на таком очень важном ярком мероприятии где у нас с вами есть уникальная возможность ознакомиться с новинками которые с гордостью представляет все наши коллеги и у вас есть возможность выбрать тот сорт который подойдет для ваших потребностей я представляю компанию малянов агрогрупп мы на сегодняшний день уже представляемся как не только семеноводческое хозяйство а селекционное семеноводческое хозяйство почему потому что наряду производством семенного качественного материала мы уже начали успешно я считаю селекционный работой и сегодня вашего внимания мы предоставляем эти сорта которые вы должны прослушать посмотреть и принять для себя соответствующие решения первый сорт грант сорт российской селекции чем же он может быть уникален для вас сегодня и вчера мы встречаясь с многими производителями в ростовской области возникал вопрос на сегодняшний день рынок производства столового картофеля насыщается и у всех возникает вопрос нужны уже сорта для переработки а переработка на сегодняшний день и не это не только чипсы это не только картофель при но и сухой картофель и виде пюре и так далее вот сорт грант мы с гордостью можем сказать это разработка совместная с нашим институтом лорка представители здесь тоже присутствует чем его преимущество преимущество в том что он универсального использования то есть его можно использовать как столовый сорт и из него можно получить хорошие сухой картофель высоким содержанием сухих веществ поэтому я хотел бы обратить наших коллег те которые перспективе планируют заниматься еще переработкой этот сорт заслуживает да он среднеспелый закладка с одного куста может достигнуть до 20 штук и вы посмотрите в таких жестких условиях несмотря какой фон фитопатогенный этот сорт стоит и благоприятно чувствовать что он устоял все нагрузки на питофтороз следующее сорт уважаемые коллеги сорт лисана про этот сорт мы прошлом году на этом мероприятии говорили да сорт новый мы уже по результатам прошлого года вот хозяйство юзерва николай николаевич его обратили на этот сорт и он уже у них в коммерческих посевах сорт до достойной достойный том плане что он относится ранней группе спелости это одно но мы с вами производстве сталкиваемся многими проблемами частности нехватка человеческих ресурсов то есть прибегать механизированной уборки вот этот сорт помимо то что он относится ранней группе спелости обладает очень высокой прочной кожурой то есть мы можем уже механизировано его выбирать и доставлять до наших потребителей в хорошем виде следующий сорт уважаемые коллеги севим этот сорт мы второй год тестируем и чем же он может привлечь внимание мы знаем что каждый год производства он своеобразно непредсказуем то если до этого года погода очень жаркой и продолжительный период высокий температур очень длителен и поэтому нужны сорта жаростойкие и этот сорт здесь себя очень прекрасно показывает смотрите сорт севим относятся ранней группе спелости 80 дней срок созревания округлые клубни и прочные клубни закладка с одного куста невысокая 8 12 штук но они имеют очень высокую товарность и помимо этого высокая оценка этому сорту по использованию для переработки на картофель фри это два сорта европейской селекции почему мы ими заниматься потому что на сегодняшний день есть востребованность к этим сортам для производства идем дальше уважаемые коллеги я вас с гордостью сейчас вам презентую совершенно новый сорт сорт российской селекции селекционер этого сорта автор этого сорта малянов владимир дмитриевич благодаря своей многолетней работе благодаря отбору создал новый сорт таким красивым названием джулия чем же он уникален чем же он подходит для вас первую очередь при выборе сорта мы все-таки ставку делаем на ранней спелость срок очень ранней группе спелости то есть он уже вполне может конкурировать сортом коломбо вы это можете даже убедить это первое преимущество второй посмотрите пожалуйста на бабу высокой баба это говорит о том что в сорт жаростойкий это очень хороший показать и третий показатель который прочная кожура вот рядом лежат клубни которые скажем выкопанные с одного куста потрогав или даже выкопав любой куст мы можем это обнаружить и другой еще показатель хотим мы не хотим через несколько лет мы весь картофель который будет производиться мы должны их поставить нашим потребителям мы там виде то есть они должны иметь гладкую красивую внешнюю форму поэтому мы с гордостью говорим что сорт включен в госреестр и надеемся что в ближайшее время найдется свое место в структуре сортов среди наших покупателей следующий сорт уважаемые коллеги сорт саньяла тоже иностранной селекции почему мы выбрали и делаем ставку на этот сорт я уже говорил что сорта должны быть приспособлены для мойки иметь длительный период хранения из этих показателей сорт имеет достойное преимущество если даже вот наблюдая насколько у него гладкая кожура насколько у него глазки на поверхности что мы его относим в категорию премиал класса поэтому уважаемые коллеги есть достойные сорта есть эти сорта мы занимаемся семеноводством которые уже при желании можем вам предоставить уже для производства вашей хозяйства мы не только производим свой семена картофель мы их поставляем и также ведем агросопровождение то есть делимся опытом производства этих сортов разных регионов это тоже немаловажный фактор именно по продвижение сорта именно чтоб наши покупатели совместно с нами выращивали и получили достойный урожай то есть могли бы использовать у себя хозяйству максимальный потенциал каждого сорта они все достойные все здесь сорта представлены уважаем коллеги они достойны просто мы должны к этому каждому сорту иметь свой отдельный подход уважаемые коллеги добрый день зовут меня михаил беляев я представляю компанию салана сегодня салана рус прежде всего хочу ваш обратить внимание что с прошлого года мы занимаемся кроме производства еще и занимаемся прямыми продажами поэтому если кого-то интересует семенной картофель компании салана то пожалуйста обращайтесь непосредственно к нам сегодня мы здесь представляем 5 сортов нашей группы если ранее мы не занимались линейкой ранних сортов то сегодня могу представить вам один из наших флагманов раннего размножения это сорт прада срок созревания у него 60 70 дней ну как сейчас видите он практически готов уже к уборке удаляя ботву отлежится неделю полторы и можно его будет убирать он уже достиг своей товарной фракции как и все немецкие сорта немецкая селекция она стремится к тому чтобы экономить на всех расходных материалов которые необходимы для выращивания картофеля поэтому сорта хоть и интенсивного типа но не требует большого количества азота вот следующий сорт который бы я мог хотел бы представить вам это сорт бельмонда она конечно на 10 дней попозже сорта правда созревает но также экономится на азоте здесь хотел бы обратить внимание что азот ей лучше давать во второй половине вегетации так для того чтобы она в первую половину вегетации не нарастила зеленую массу не ушла вся в ботву как видите сорта очень устойчивы к фитофторе к листовой форме лист фитофторы ботва как видите стоит зеленая несмотря на то буйство фитофторы который сейчас происходит в краснодарском крае ростовской области следующий сорт лабелла сорт отличается тем что также показывает себя как ранний сорт в этих условиях точно также через две недели его можно будет убирать но его особенность в том что он формирует две кожуры еще есть красный под кожурок который при любых механических повреждениях при хранении догоняет по цвету первый слой и практически не является пятнистостью светло-красный темно-красный и очень хорошо лежит до конца мая еще один сорт который хотел бы из красно-кожурных сортов представить вам это red lady сорт который уже достаточно давно выращивается на территории данного хозяйства где мы с вами находимся показывает отличные результаты 60 и более тонн с гектаром но конечно он немножко попозже через три-четыре недели он также достать достигнет своей товарной фракции и последний сорт который мы можем рекомендовать вам для выращивания в этих условиях южных но для посадки на второй срок это королева анна очень красивый отличительной особенностью этого сорта является то что у нее очень большая большой процент выход товарности у нее нет мелких клубней нет крупных клубней она все клубни догоняет до товарной фракции и формирует урожай до 60 70 тонн с гектара пожалуйста еще раз хочу заострить внимание что если вас интересует семенной материал обращайтесь непосредственно к нам начался в девяносто первом году путь селекционеров и семеноводов тогда еще понятия семенного картофеля как такового как сейчас в россии вообще не было вот ну мы начали свой тернистый путь и слава богу 30 лет благополучно работаем хозяйство юзефова для нашего предприятия как для нашей семьи потому что предприятие является семейным основоположником является мой отец вершинин борис михалыч к сожалению его с нами нет это хозяйство в котором мы находимся свое начало берет от вершинина борис михалыча если можно я так скажу вдохновителем до явился мой папа вот и с тех пор наша дружба продолжается я думаю чтобы продолжаться будет еще много лет в хозяйстве мы его сделаем только семена и только супер элиту продовольственных посадок в нашем хозяйстве нет потому что для выращивания чистых семян товарные посадки запрещены мы придерживаемся строгой технологии одна из самых главных пунктов это пятипольный севооборот для семян это залог в общем-то чистоты и отсутствие патогенов которые могут быть вот в коллекции наших в нашей коллекции сортов 56 учитывая то что мы владеем технологии миристемы технологии инвитро мы можем размножить вычленить вычленив миристему любой сорт вот ну всегда как бы конъюнктуру сортов диктует рынок на 1 данное время в таких условиях изменения климата пользуются спросом больше всего конечно же ран ранее спелые сорта у нас есть такой сорт который есть несколько сортов которые дают возможность развиваться многим предприятиям и радовать хозяек вкусным картофелем это такие сорта как агата ривьера что там у нас есть 2 ранний сорт red scarlet романоа дезире то есть которых здесь нет но коллекция достаточно большая в общем для нас самое главное не количество качества мы ищем предприятие которое смогло бы взять на себя доращивание нашей супер элиты в больших количествах высокого качества для того чтобы удовлетворить потребность хозяйства в качественном картофеле таких как вот хозяйство юзефова да мы не можем дать нужное количество к сожалению на данный момент мы работаем над этим вопросом небольшие площади да у нас небольшие площади да значит да ну мы не все выращиваем одновременно есть коллекция в пробирках вот в поле выходят погулять вот такие как м к у нас коллекции был пока название сорта и я не скажу сейчас просто смотрим как он ведет себя у нас поле прекрасно вот значит ограниченное количество связано с ограниченным количеством площадей и пятипольный севооборот то есть каждый год мы мы выращиваем 120 130 гектар семян здесь входят три репродукции первое полевое поколение супер супер элита и супер элита у нас только супер элита продается супер элита и мы мы выращиваем ежегодно тысячу тонн то есть если братья коэффициент размножения 1 6 из этой тысячи тонн можно вырастить 6 тысяч тонн элиты уже по более низким ценам приемлемым для фермеров добрый день еще раз коллеги очень большую большую благодарность хотим выразить организаторам мы сегодня представляем свои сорта но сорта и зарубежной селекции в первую очередь мы представляем свой собственный сорт который выведен совместно с институтом имени лорха это сорт садон который уже обрел определенную популярность среди производителей товарного картофеля мы производим в высокогорье семенной материал то есть на сегодняшний день схема нашего производства состоит таким образом селекционно-семеноводческий центр который производит около миллиона микро растений в год и 5 миллионов мини-клубней в год это как и под заказ так и для своего для своего производства и вы два года назад запустили проект развития семеноводства собственный который подразумевает производства элиты уже более северных регионах нашей страны то есть мы в горной местности производим до супер супер элиты потом передаем в вологодскую костромскую ярославскую нижегородской области уже определенный опыт он мы мы набрали создан отдел контроля качества который контролирует на всех этапах производства картофеля семенного и мы потом совместно продаем этот картофель производителем товарного картофеля это это программа я думаю имеет определенный уже успех и мы надеемся что и вот данным хозяйством кфх юзефов мы продолжим дальнейшее сотрудничество и будем производить для них качественный семенной материал хотелось бы сказать о сорте садон он очень устойчивый сорт высокоурожайный средний средний ранний мы наблюдаем сегодня на сегодняшний день что абсолютно никаких болезней мы не но не видим здесь вот здесь даже с учетом того что между рядами прошел опрыскиватель очень очень достойная думаю здесь специалисты высокого класса сами могут оценить и по закладке клубней он тоже не менее 10 клубней закладывает товарность клубней она выше 80 процентов я думаю этот сорт имеет большие перспективы на нашем рынке российском дальше это голландские сорта я думаю это ороу и ривьера мы тоже видим что определенный ну здесь я думаю самый лучший результат на всей площадке от по ривьере и мы этими сортами занимаемся поскольку они свободны и мы также от микрорастения до элиты производим эти сорта вот наш старый сорт я думаю романо который пользуется спросом из-за того что у него очень высокие вкусовые качества и я здесь в ростовской области вот как николай николаевич тоже сказал он пользуется спросом у домохозяек потому что очень очень вкусный картофель высокоурожайный и с белой мякотью то есть пригоден как их жарки так и кварки я думаю ну старт довольно старый но все равно пользуется спросом леди клер это сорт чипсовый на сегодняшний день он также пользуется спросом у производителей картофеля для завода вот здесь я так понимаю все производят для чипсов лейс и мы также его от микрорастения до до элиты производим нет он если мы если мы посмотрим на вегетацию есть определенные проблемы вот мы видим с небольшим фитофторозом но у этого сорта есть особенность его нужно чуть попозже в южных регионах сажать то ли то есть в я думаю в июне да да чуть-чуть где-то пятых числах июня я думаю вот вот такое время но здесь он посажем пораньше но все равно я думаю здесь будет хороший результат нам потом наверное сергей алексеевич поделится с нами да да он завязал и я думаю урожай здесь будет очень хорошим то есть по ботве по ботве здесь никаких нареканий нету я думаю здесь и леди клер будет пользоваться спросом и Субтитры сделал DimaTorzok